В 2019 году Иваново стало площадкой для одного из самых представительных всероссийских форумов студентов-химиков. Менделеевскую школу-конференцию принимает Химико-технологический университет. Представить свои научные исследования приехали более сотни студентов из 27 городов России. У нас очень солидное представительное жюри, 40 человек, которые тоже приехали из ведущих вузов страны, из академических институтов. И они, надеюсь, примут объективное решение, кто станет победителем в этом году. В программе конференции – большая стендовая сессия. На заочном этапе из 219 работ жюри выбрало половину. Все они разделены на две большие номинации – непосредственно исследование по химии и химическая технология. Самые сильные работы молодые ученые представят в форме устного выступления перед широкой публикой. Тема работ, конечно же, очень разная, потому что у нас представители из самых разных университетов, городов Российской Федерации. И тема работ так или иначе касается тех перспективных научно-исследовательских направлений, которые ведутся в целом у нас в стране. То есть можно сказать, что Менделеевский конкурс отражает срез современной химической науки всей России в лице студенчества. Одна из самых многочисленных делегаций – Ивановская. На очном этапе свои стенды представили 17 студентов ИГХТУ и Госуниверситета. Исследовательская работа учащегося 4-го курса химтеха связана с антимикробной фотодинамической терапией. Мы синтезируем вещество. Я занимаюсь именно бактериями. Мы нанесем это вещество вам на рану, которая не заживает из-за инфекции. Облучим эту рану видимым светом с определенной длиной волны. И бактерии под действием генерации активных форм кислорода умрут. Не меньшее прикладное значение имеет проект Марии Янгалычевой из Москвы. Девушка предлагает изменить подход к нефтепереработке и минимизировать выбросы. В настоящее время нефтехимическая промышленность играет важнейшую роль в Российской Федерации. В ходе нефтепереработки образуется большое количество попутного газа, которое в настоящее время сжигается. Сейчас разрабатывается проект, состоящий из трех этапов. В ходе нашего этапа получаются соединения, которые впоследствии мы хотим использовать как добавки к моторному топливу. И думаем, что они будут повышать октановое число. Во время стендовой сессии участники презентуют свои проекты не только членам жюри, но и другим конкурсантам. Обмениваются опытом, налаживают научные контакты, чтобы следующие более серьезные работы выполнять уже совместно. Максим Серебряков, Антон Осип, ВРТВ, Иваново.